Мы продолжаем общаться с самыми известными представителями мира автомобилей и автоспорта. Гонщики, каскадеры и автоблогеры отвечают на интересные вопросы о себе и своей деятельности. Сегодня с нами Таннер Фауст, знаменитый автогонщик, телеведущий и каскадер, выполняющий трюки в крутейших голливудских блокбастерах. Привет, автору! С вами Таннер Фауст. Как проходит карантин? Следуешь ли ты правилам? Карантин проходит неплохо. Мне кажется, сегодня уже 60-й день или около того. Я соблюдаю правила. Тут в Калифорнии я ношу маску, если выхожу. Рестораны только начинают открываться, но во многих местах можно заказать еду на вынос, и всегда работает доставка еды и всего остального на дом. Чего тебе не хватает больше всего? Ну, до карантина я, конечно же, много времени проводил на гоночной трассе, так что мне не хватает гонок. Трассы как раз начинают открываться, так что я уже выезжаю на Жуке на Ралли Кросс, и скоро настанет очередь других крутых машин. Что ты сделаешь сразу после окончания карантина? Когда карантин закончится, у меня будет много дел. Мне нравится быть дома. Обычно я редко бываю дома, но когда закончится карантин, у нас будет запуск восьмого гольфа, в котором я участвую с Вольксвагеном, так что будут поездки в Европу, и довольно много мероприятий со спонсорами здесь, в Штатах, которые мы не смогли провести в этом году. Двоя первая машина. Моей первой машиной была Хонда Сивик 1985 года. Хотел бы я, чтобы это была версия SI, но нет. Это была первая машина, которая мне принадлежала, и это была хорошая машина. Сколько лет ты за рулем? Я профессионально вожу уже больше 20 лет, почти 25. Мне 46, так что я начал довольно поздно, в колледже или сразу после его окончания, но опыт у меня богатый. Твоя самая нелепая авария, которую стыдно вспомнить. Самая нелепая авария, которую стыдно вспомнить, случилась не на трассе. Это было в обычной машине. Я прыгнул на универсале Хонда Цивик и перевернулся семь раз. Сколько машин ты разбил в жизни? Сколько машин я разбил в жизни? Ну, порядочно. Знаете, если пытаешься победить, иногда врезаешься. Так что на дороге всего одно, а на гонках довольно много. Какие машины тебе нравятся и какие вызывают отвращение? Одна из любимых, ну, у меня есть Golf R, и я представляю подразделение R в компании Volkswagen. Я ценю быстрые машины, так что я всегда был фанатом Porsche. Машина за моей спиной, ей уже где-то... Мой отец купил её, когда мне было три года, а потом отдал её мне, так что эта машина со мной уже 43 года. Ну и Porsche GT3 RS. Одна из моих любимых машин. Машины, от которых тошнит, сейчас подумаю. Pontiac Aztek. Такой... светло-коричневый. Расскажи нам о кино, ты играл в фильме «Форд против Феррари». Какой максимальной скорости ты достиг на этих съёмках? На самом деле, в «Форд против Феррари» мы ездили довольно быстро. Во многих фильмах ты едешь со скоростью 100 км в час, а выглядит это как 160, так что нет никакого смысла ехать быстрее. Но тут мы готовили машины как к настоящим гонкам. Почти все водители на съёмках были гонщиками, так что иногда мы разгонялись до 220 км в час даже на мокрой трассе. Надеюсь, в кадре это смотрелось достаточно быстро. По крайней мере, в машине скорость очень чувствовалась. Самая дикая история из твоей карьеры каскадёра, когда было по-настоящему страшно? Ну, если говорить о каскадёрских историях из кино, то, мне кажется, в «Тройном форсаже» «Токийский дрифт» я выполнял парный дрифт с Райсом Милленом, где «Мустанг» и «350Z» тандемом дрифтят вниз с горы, и там было много столкновений на краю обрыва. И знаете, обрыв был не таким, как в фильме. Там он на компьютере нарисован, но всё равно это был обрыв. Вот этот случай, наверное, был самым опасным. Выполнять трюки не в кино, вроде большого прыжка или мёртвой петли, конечно, гораздо сложнее и опаснее. Но в кино иногда приходится даже висеть на краю обрыва, и всё ради хорошего кадра. Трюк с двойной мёртвой петлёй на X-Games в 2012-м. Расскажи, как ты готовился к нему? Проблема с большой петлёй в том, что ты не можешь начать с маленькой петли, а потом увеличивать её. Для трюка строят трек. Инженеры говорят тебе, как можно выполнить трюк и с какой точно скоростью нужно ехать. У нас скорость была 84,5 км в час. И нужно тщательно готовить машины. Они должны выдержать перегрузку в 6,8 G. Ещё у нас были установлены датчики, настроенные ровно на 84,5 км в час, чтобы не сломать подвеску, если ехать слишком быстро, и не упасть вниз с петли, если ехать слишком медленно. Так что нужно было держать скорость, и мы выполнили 3 пробных круга, прежде чем мы с Грегом были готовы. Ну, знаете, мы разбивали машины, всякое случалось, так что похоже было, что не надо продолжать, что это опасно. Потом они построили её в Лос-Анджелесе, и мы устроили шоу на X-Games. Кстати, а кто круче, ты или Грег Трейси? Знаете, если сравнивать Грега Трейси и меня, он гораздо круче. Да, даже одна пуговка, всего одна пуговка с его клетчатой рубашки круче, чем я весь. Он нереально крутой. Какой топ-гир был круче, британский или американский? Британский топ-гир шёл так долго, мне кажется, что три его ведущих умели интересно говорить ни о чём, лучше, чем кто бы то ни было в мире. Американский топ-гир сначала был похож на британский, а потом пошёл своей дорогой. И мне понравилось работать над нашей версией. Во-первых, потому что мы снимали американские машины по-американски. Но ещё потому, что наши программы были как одно путешествие, а не как нарезка из разных эпизодов. В основном это было сделано ради аудитории, которая не совсем понимала этого британского формата. Но могу сказать, что мне работать над этими программами очень нравилось. Какой популярный кинотрюк ты не сможешь повторить в реальной жизни? Я делал много трюков, которые нельзя повторить в жизни, но сейчас... Наверное, конкретный пример привести не могу. Но вот дрифт в центре Токио или что-нибудь в этом роде было бы очень тяжело выполнить в реальности. Хотя, честно говоря, большинство трюков, что вы видите в кино, практически невозможно повторить в жизни. А что сложнее, участвовать в гонках или выполнять трюки? Мне кажется, гораздо сложнее участвовать в гонках, чем выполнять трюки, потому что ты должен постоянно выкладываться на 100%, чтобы победить. Ты же участвуешь, чтобы победить, чтобы выиграть у людей с такими же машинами и такими же навыками, что у тебя. Так что ты должен действительно сделать что-то крутое. В кино же всё, что ты должен делать, работать на определенную камеру. А сложность в кинотрюках в том, что зачастую машины, на которых ты ездишь, не подготовлены к трюкам, так что как водитель ты должен перехитрить машину, изменить давление, сделать что угодно, чтобы заставить машину выполнить всё то, чего хочет режиссёр, даже если в ней нет необходимого для этого оборудования. Мэтт Дэймон крутой. Мэтт Дэймон офигенный. Помню, в одном фильме он... въехал в меня, не знаю, пять раз за день или больше. Это было на съёмках Ультиматума Борна в Нью-Йорке. И по нему было видно, что ему очень нравится водить. Нравится учиться водить, узнавать про трюки и выполнять их потом. Он не так много водил в Форд против Феррари, как Кристиан Бэйл. А Кристиан очень хороший водитель. Он на тренировках ездил очень быстро и раньше участвовал в гонках на мотоциклах. Так что он хорошо понимал, что такое идеальная траектория и скорость и отлично адаптировался к разным машинам. Когда ты планируешь завершить карьеру и выйти на пенсию? Когда на пенсию... По-моему, я перестал работать 18 лет и с тех пор занимался тем, от чего получаешь больше всего удовольствия. В моём случае это водить машину. Так что я... Как будто уже на пенсии, хотя всё время занят. Мне нравятся и другие вещи, помимо гонок. Но больше всего я люблю управлять автомобилем. Что будешь делать на пенсии? Когда я перестану участвовать в гонках, а я надеюсь, что этим я буду заниматься ещё долго, если не в рамках чемпионата, то хотя бы участвовать в Пайкс Пик, Баха 1000, 24-х часах Нюрнбург Ринга или ещё каких-нибудь. Есть и другие вещи, которые я люблю. У меня есть лицензия пилота, я люблю летать на самолётах, люблю сёрфинг в океане. Мне нравится ходить на яхте тут, в Калифорнии. Я люблю лыжи, так что, может, на это будет больше времени. Кроме того, у меня растёт дочка, так что я смогу больше времени проводить с ней. В общем, одним словом, было бы на что потратить время, но пока я бы ещё погонял. Автомат или ручная коробка? Я предпочитаю машины с ручной коробкой. Если вы живёте в городе и много стоите в пробках, я понимаю, автомат гораздо удобнее. Но для настоящего ощущения вождения ручная коробка — лучший вариант. Расскажи, ты смотришь автогонки? Иногда я смотрю гонки. Я люблю Формулу-1, мне кажется, они очень интересные. Ралли-кросс интересно смотреть, хотя гораздо интереснее участвовать. Мне нравятся кузовные чемпионаты. Здорово смотреть, как команда соревнуется на машинах, похожих на те, что мы видим на улицах. Но лучшая форма гонок, и знаете, я до сих пор в этом убеждён, это, конечно же, ралли. Я занимался ралли 8 лет, я бы хотел зарабатывать этим в Штатах, это очень здорово. Без каких навыков и качеств не стать хорошим водителем? Я думаю, что самое важное — это дисциплина. Нужно уметь управлять собственными эмоциями. Если не можешь их контролировать, хорошим водителем не стать. Многие думают, что вождение — это адреналин, вроде наркотика, но на самом деле ровно наоборот. Чтобы преуспеть в гонках, нужно уметь не допускать выброса адреналина в кровь, когда обстоятельства быстро меняются, чтобы принимать технически верные решения вместо эмоциональных. Так что, если полагаться на свои инстинкты при вождении, точно разобьешься, потому что у людей пока отсутствуют правильные водительские инстинкты. Мы водим всего сотню лет, так что дисциплина очень важна.